Привет! Вы на канале компании «АвтоСтронг-М». На нашем складе мы уже разобрали более 100 моторов. Чтобы сделать что-то особенное для вас в преддверии нового года, мы отправились в Грузию и сделали горную разборочку. Итак, полетели. Субтитры создавал DimaTorzok Чтобы начать наше выездное шоу, нам нужен мотор. Мы приехали на Тбилисскую авторазборочку. Тбилисский авторынок выглядит примерно вот так. Здесь стоит много машин. Вы можете просто прийти и снять какую-нибудь нужную вам запчасть. Но, как говорят сами грузины, найти здесь что-то конкретное очень сложно. Такого вы точно в Беларуси не увидите. Многие грузины отдают свои автомобили перекупом и они таким вот образом ждут своей участи, пока их не разберут основательно. Двигатель, который мы выбрали, 2АРФЕ от Тойоты. Он не рабочий. Мы отдали за него 230 долларов. Кстати, здесь как таковой доставки нет. Можно заплатить 20 лари. Это примерно 7 долларов, чтобы двигатель вывезли до выхода. Так что мы очень гордимся, что в «АвтоСтронге» есть быстрая доставка. Но специально для нас, Министерство транспорта и коммуникации солнечной Грузии организовало доставку. Как-то непривычно, когда 20 декабря плюс 16. А еще более непривычно идти не по складу, а в горах. Итак, встречаем нашу горную разборочку 2АРФЕ. 2,5-литровый двигатель 2АРФЕ пришел на смену двигателю объемом 2,4 серии AZ. Дебют прошел в 2008 году на Toyota Camry 4-го поколения. Причем дебют был сначала на североамериканском рынке. Семейство AZ состоит из трех двигателей объемом 2,0, 2,5 и 2,7. Двухлитровые двигатели есть как для поперечной, так и для продольной установки. Двухлитровые двигатели оснащены комбинированным впрыском, то есть форсунки для распределенного и непосредственного впрыска. Также есть варианты с турбонаддувом, также есть варианты для установки с гибридными двигателями. Диаметр цилиндров на всех двигателях одинаковый. Двигатель стал экономичнее и экологичнее. У него алюминиевый блок с тонкостенными чугунными гильзами, открытая рубашка охлаждения, а коленвал с помощью зубчатой передачи приводит модуль балансирных валов. В ГБЦ два распредвала нашлось место для рокеров и гидрокомпенсаторов. На обоих распредвалах расположены муфты VVTi. Для снижения потерь маслонасос с переменной регулировкой давления. Компрессионные кольца характеризуются уменьшенным преднатягом. А для того, чтобы снизить трение поршней от цилиндров, коленвал смещен на 10 миллиметров относительно оси цилиндров. В таких полевых условиях сегодня мы будем разбирать двигатель 2AR FE, снятый с Toyota Camry четвертого поколения. Такой двигатель еще устанавливался на Toyota RAV4, Toyota Alphard и Lexus ES. Данный двигатель очень надежный. Инженеры могут им гордиться. Его даже можно считать миллионником, но он не терпит попустительства в обслуживании. Его надо заправлять добротным, отличным маслом, а лучше всего оригинальным. Следует отметить, что цепь ГРМ этого двигателя все-таки расходник. Она служит немного больше гипотетического зубчатого ремня. Производитель улучшал некоторые компоненты этого двигателя, а также некоторые менял по гарантии. Так как у нас сегодня нестандартная разборка, с нами сегодня наш новый грузинский друг ГЕЛО. Встречаем! Мы начинаем нашу разборку. Пластиковый впускной коллектор оборудован вухревыми заслонками, которые на невысокой скорости работы двигателя прикрываются и создают ускорение потока воздуха, создают завихрение в камерах сгорания. Форсунки здесь стоят прямо в ГБЦ. Они с удлиненным распылителем, в котором 12 отверстий для распыла. Таким образом форсунки впрыскивают топливо очень близко к впускным клапанам. Сняли клапанную крышку. Она на этом двигателе полностью алюминиевая. Здесь установлены клапаны управления муфтами VWTI. Обратите внимание, они без сеток. Также здесь есть маслоотделитель системы ВКГ и установлена вот такая лейка, через отверстие которой масло льется на кулачки распредвалов. Обратите внимание, что клапаны управляют прохождением масла в муфты через вот эти отверстия. Данные отверстия проходят через клапанную крышку и через постель распредвалов. Здесь есть вот такие прокладочки, которые могут прохудиться, и какая-то часть масла не будет поступать к муфтам. Соответственно, работа муфт нарушится. Пробег у данного двигателя небольшой, но его уже разбирали и неудачно собрали. Поэтому масляной пленки мы здесь не видим, а видим здесь очень много мусора, которого здесь быть вообще не должно. По состоянию износа мы не наблюдаем муфты VVT-i здесь классической лопастной конструкцией. Муфты управляются золотниками с электромагнитными клапанами. Вообще муфта впускного вала может стрекотать после холодного запуска. Связано это с тем, что ротор муфты не фиксируется с ее корпусом стопором при остановке двигателя. А при запуске двигателя не зафиксированный ротор бьется о корпус муфты. Это никак не влияет на надежность двигателя. Дилеры Toyota охотно меняли муфты по гарантии, потому что Toyota признала эту проблему. Это касается двигателей 1AR и двигателей 2AR, выпущенных до 2014 года. Вообще этот двигатель и в частности его муфты очень любят фирменное масло вязкостью 0V20. Оно предохраняет фиксатор от износа и предотвращает последующее заклинивание. Цепь здесь однорядная, фиксируется гидравлическим натяжителем, который установлен под кожухом ГРМ. Вообще состояние цепи ГРМ можно оценить через вот это отверстие, которое прикрыто крышкой. А вообще это отверстие надо для фиксации натяжителя перед его снятием. А также в крышке ГРМ здесь находится масляный насос. Цепь ГРМ ходит здесь 200 тысяч километров. Главное не пропустить ее сильного растяжения, потому что когда цепь растягивается, она начинает бить. О, вот этот башмак. Башмак слетает, улетает в картер. Цепь может перескочить и тогда поршни и клапана встретятся. Для упрощения конструкции и для упрощения сборки данного двигателя постели распредвалов представляет из себя вот такую отдельную конструкцию. Клапаны открываются рокерами, которые упираются на клапаны и гидрокомпенсаторы. То есть, соответственно, регулировать тепловые зазоры здесь не надо. Ну что, свернем голову этому мотору по-грудински. На первый взгляд, здесь все хорошо, но по вот этим ржавым клапанам можно сказать, что пробивала прокладку ГБЦ. От этого этот мотор и лечили, но не вылечили. Помню неудачный опыт с алюминиевыми блоками двигателей AZ. Инженеры сразу позаботились о лучшей циркуляции антифриза и добавили в рубашку охлаждения вот такую пластиковую проставку. Благодаря ей антифриз лучше циркулирует вверху блока и лучше охлаждает ГБЦ. На первый взгляд, здесь все достаточно неплохо, но это только на первый взгляд. Мы видим ржавчину в четвертом и первом цилиндре. Также видим, что меняли гильзу третьего цилиндра и предварительно выводили размер Ихон шкуркой. Редактор субтитров А.Семкин Балансирные валы на данном двигателе с полимерными шестернями. Это стандартное решение для двигателей Toyota объемом более двух литров. Эти балансирные валы становятся причиной стрекота. Причем стрекот малоразличим на фоне общего шума мотора. Toyota не признает этот стрекот за поломку. Поэтому многие обеспокоенные владельцы решались на замену балансирных валов. Данные балансирные валы стоят от 700 до 900 долларов. Но вы знаете, что отличные балансирные валы вы можете найти в «АвтоСтронг-М». вот такой брутальный коленвал у данного мотора. Вот этой шестерне приводятся балансирные валы. Стоит отметить, что японские инженеры не пожалели маслофорсунок для орошения поршней. Походу, японцы что-то забыли в этом двигателе, а именно вот эту головку. Говорят, что данный двигатель прошел 30 тысяч километров, но на его поршнях уже сильно потерто графитовое напыление. И верхние шатунные вкладыши сильно изношены. Поршни облегченной конструкцией, с короткими юбками. По маслосъемным и компрессионным кольцам у нас вопросов нет, но они тоже тоненькие. Но японцы не пожалели и насверлили аж восемь дырок для отвода масла. Четыре вкладыша у нас в отличном состоянии, а вот по первому есть вопросы, то есть есть задиры. Как давно я не держал в руках большой и массивный коленвал. К этому коленвалу у нас никаких вопросов нет. Шейки в отличном состоянии на первый взгляд. А теперь взглянем на блок. Здесь мы наглядно видим дезаксаж. Это смещение на 10 миллиметров коленвала относительно оси цилиндров. И мы видим ту самую имплантированную гильзу. Вот такая разборка у нас сегодня получилась. В принципе, никаких критических замечаний к инженерам Toyota у нас нет. Это на грузинском означает большое спасибо. Мы будем очень рады вас видеть в наших следующих разборках. Уважаемые грузинские подписчики, напишите в комментариях, хотели бы вы, чтобы автоСтронг появился в Грузии. Ну а сейчас обязательно подпишитесь на канал, нажмите колокольчик, заходите на наши соцсети, заходите на наш сайт. Мы хотели бы отблагодарить нашего друга ЗАЗу за теплый прием и прекрасное времяпровождение. Ну а мы сейчас пойдем есть хинкали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok